Всем, Гелка, с вами Катя Бельчик, и я рада видеть вас на новом выпуске Домашние против Магазинного. Сегодня будет просто вау-выпуск. Мы такого никогда не готовили. Когда вы узнаете, какие нам понадобятся продукты, чтобы приготовить Кока-Колу, вы просто обалдеете. Я в своем инстаграме на днях задала вопрос, как вы думаете, что же у нас получится именно... Я на днях в своем инстаграме задала вам вопрос, как вы думаете, что же может получиться из этого набора продуктов? Интересно, вы бы ответили? Не так много людей догадались, поэтому да. Сегодня будет крайне необычно, но я думаю, от этого очень-очень интересно. Сейчас мы с вами отправляемся в магазин, чтобы купить необходимые те самые продукты, а затем вернемся сюда и переступим к готовке. Идем по списку, начинаем с воды. 29 кг. Посмотрите, знаете, этот лайм такой слысенный. По скидочке за 89 кг. Так-то. Возьмем 3. Мы сейчас реально возьмем соус барбекю. Я вообще не представляю, что из этого получится, но в рецепте соус так что. Пошло дело. Так. Гориан. Ну что, наш набор продуктов готов. Сейчас будем с вами пытаться приготовить. Я открою рецепт сразу. Вы видели, что мы покупали в магазине, а сейчас я перечислю, что же нам конкретно понадобится. Ну, для начала нам понадобится бутылка колы. Этим мы будем запивать боль. Если у нас вдруг что-то не получится. Нам понадобится соус хайнс барбекю, сахар, корица в палочках, нужна ванильная эссенция, но у нас ванильный сахар, мускатный орех, апельсиновая цедра, кардамон молотый. И также у нас здесь 3 лимона, 3 апельсина и 3 лайма. Но по рецепту нам понадобится 2 лимона. Так, мы сразу откладываем 2 апельсинчика и 1 лайм. Ну, зачем мы столько лайма покупали? Ну, ладно, пусть будет. Фух, ну все. Вы готовы? Я лично нет. А, кстати, что еще нам понадобится? Газированная вода. Подождите. И вот еще простая минералка, чтобы разбавлять получившийся сироп. Сейчас мы с вами откроем таймер и вообще посмотрим, сколько у нас потратится времени на то, чтобы приготовить. Я думаю, это будет просто вечно. Пам-пам-пам. Так, ну давайте для начала, что мы с вами сделаем? Мы, естественно, будем натирать цедру. Мне кажется, это самое интересное занятие вообще, которое может быть в жизни. Начинаем натирать наши цитрусовые. Что может быть интереснее в этой жизни? Только тереть лайм натертый, честное слово. У него еще шкурка максимально тонкая. Но, кстати, запах вообще распространяется невероятным. Но по кухне очень чудо. Ядреный лайм-то за 89 рублей. Лайм мы оголили полностью. Мы его оставляем, не выбрасываем. Нам он пригодится. И сейчас начинаем лимон. Конечно, простерка слабовата. У меня ощущение, что я уже зарядилась какими-то витаминами. Настолько аромат цитруса. Уже прошло почти 9 минут. Мы разделались только с двумя лимонами и с лаймом. Начинаем мучить апельсин. Так, нам с вами понадобится литр простой воды. Сейчас мы выливаем его в кастрюлю большую, в которой будем варить сироп. Берем всю нашу великолепную цедру, на которой мы убили почти 14 минут. И все это дело отправляем в кастрюлю. Высыпаем вот эту апельсиновую цепь, размельченную, я думаю, наверное, пол пакетика. Палочки корицы. Сколько у нас штучек? Вот, все отправляем. Корицы много не бывает. 3-4 штучки, сколько у вас есть. Ну, статный орех. Кстати, никогда в жизни не видела, как он выглядит не в молотом состоянии. Вот так вот. Просто орешки. Пумс. И добавим с вами сейчас кардамон. Ой, манючий, фу. Ну, примерно пол чайной ложки, я думаю, не больше. Начинаем. Все, давайте кипятим. Нам нужно сейчас сразу высыпать сахар. И затем довести всю смесь до кипения и прокипятить минутку. Боже мой. Я сейчас чувствую, будто я в варенье варю. Вообще-то написано 950 грамм. Давайте чуть-чуть 50 грамм там оставим. Зелье в варенье не иначе. Так, не могу. Перемешиваю и открываю. Супер. Получился просто мастер. Давайте по пакетику добавим. Все. Идеально. Колой, конечно, пока не пахнет. Колой ванилой скорее, потому что мы ванильный сахар добавили. Все, наше зелье закипело. Сейчас мы еще минуточку его поварим. И уже с вами продолжим дальше. Наша жидкость вся сварилась, прокипятилась. Сейчас нам необходимо выдавить сок из всех вот этих вот фруктов. Мне кажется, это будет очень сложно, потому что у нас нет соковыжималки. Ой, такой прикольный пористый апельсинчик. Ну, мы сейчас, может быть, умные. Мы вот так вот возьмем. Так вот. Нет, просто ловую ложку. Блин. Слушайте, а не обязательно иметь соковыжималку. И так все супер скидается. Не переживайте, если что-то попадет. Там вроде бы косточки, еще что-то. Мы все это будем потом процеживать через сито, поэтому все будет супер вообще. И прошло 25 минут. По итогу у нас сейчас есть сок. Ото всех лимонов, лаймов и апельсинчика. Давайте сейчас добавим соус барбекю. Я... Мне серьезно. Это правда барбекю? Я думаю, мы добавим примерно вот столько, чуть меньше половины. Ну, поехали. Слушайте, я точно должна это пробовать, а? Окей. Допустим. Так, можно кого-то себе другого на дегустацию позвать? Просто соус барбекю оказался по свету, как кетчуп. Не знаю, что я от него ждала, но, видимо, чего-то большего. Так, ну и сюда же сок пошел. И сейчас будем все это вымешивать. Кажется, у меня уже истерический приступ смеха. Что мы делаем? Серьезно. У меня есть предложение. Жалко, что нельзя в онлайн-трансляции, сейчас в онлайн-эфире спросить у вас. Мне кажется, мы можем добавить сюда пару чайных ложек молотого кофе. Вот, чтобы дало немножко цвета, кофеина, как в Кока-Коле. Просто я читала разные рецепты, и не во всех был соус барбекю. В некоторых было просто добавьте кофе обычного. Не молотого, точнее, а растворимого. Вроде как должно дать какой-то вкус. Но если переборщить, то может кофе на себя все перетянуть, и будет вкус кофе. Но лучше он чуть-чуть на себя перетянет, чем мы будем пить барбекю. Ну, правда же? Всем мелко, с вами фрик-шоу Катя Бельщик. Да можно вроде магазиновый сейчас, но давайте... Слушай, а может быть это... Лучше кипятком сначала разбавить и влить потом, да? Давай лучше кипятком. Погнали. Да уже что терять? Уже терять-то нам нужно. Ну, зато цвет пошел. Все, Кока-Кола готова. Огонь. Теперь мы ждем пока вся эта великолепная прелесть. Пахнет. Может, мы соуса слишком много добавили. Пахнет соусом барбекю. С лаймом. Логично. Можно я сегодня буду пробовать только магазинную версию, а домашнюю нам позовем? Вот. Мне кажется, все будет идеально. Я сейчас стремаюсь. Ну что, давайте процедим. Оп. Вкусняшка. Сама себе завидуй. Ну, сейчас перейдем, потом сито вытащим. Ведь главное все до последней крошки, чтобы всем хватило. Это на десерт. Все, Кола готова. Не отличить. Пей, Кать. Итак, на приготовление Кока-Колы домашней у нас ушло 43 минуты. Охладили мы себе полстаканчика. И также я еще в это время поставила в морозилку газировку. Вы знаете, это первый выпуск, в котором я боюсь пробовать то, что сама приготовила. Я так медленно, медленно вскрываю воду. Я серьезно говорю, это... Ну, нет, в этом ничего нет страшного. Здесь очень отчетливый такой прям цитрусовый запах. Барбекю, в принципе, если не знать, что мы туда его положили, то, наверное, вы не догадаетесь. Какой-то есть такой специфический у него. Ну, все. Наливаем половинку сиропа и половинку воды. Ну, где цвет Кока-Колы? Так, сегодня я, пожалуй, уступлю право мужчине, и оператор попробует первым. Я реально скинусь. Велком. Ну, много только не пей, а то сейчас мне ничего не останется. Что у тебя с лицом? 45 минут нашей жизни ушло зря. Не повторяйте этого дома. А ты будешь магазин допробовать? Запить? Я же говорю... Запить. Запить горечь просто всего, чтобы... Не пробовать даже? Ну, сразу выпадать. Это трен, даже попробовать нет. Нет смысла. Так, сейчас... Просто знаете, что самое смешное во всех этих рецептах? Вот люди пишут рецепты, люди снимают эти рецепты. И никто не пишет, что в итоге получается полная дичь. Я еще не попробую. Сейчас я попробую, а потом все выскажу. Подождите. Сейчас. Во-первых, нужно больше кассировки добавлять. Очень-очень-очень сладко. На самом деле, хорошо, что сильно сладко, потому что перебивается вообще весь вкус. Я не понимаю, чем это должно хоть примерно напоминать Кока-Колу, потому что здесь один лайм. Серьезно, вот лайм в соус, кстати, не чувствуется. Вот по мне чувствуется отдельно сахар, отдельно кофе, отдельно цитрус. То есть это просто отдельно. Отдельно, да. И все это сахар так, что просто аж пульс начинает биться просто. Я, в общем, вам к чему все. К тому, что не повторяйте все рецепты дома. Потому что действительно порой люди готовят, и как бы уж они сами не пробуют. Ну, зачем такое выкладываете в интернет, я не понимаю. Я бы также от балды придумала эту Кока-Колу. Вот, ну, просто можно любой пойти, там, не знаю, взять грейпфрут, майонез и взбахать колу. И, типа, написать об этом в интернете. И что, все готовить будут? Ну, то есть не повторяйте этого дома тысячу процентов, даже не пытайтесь. Мы даже не будем обсуждать ни цену, ничего, поверьте. Кока-Кола обычная, в разы вкуснее все. Даже какие разы. В миллионы такого числа нет во вселенной. Восколько раз он вкуснее. Ну что, друзья, большое спасибо, что были со мной. Я надеюсь, вам понравился этот смешной выпуск. Если вы хотите, чтобы я попробовала попытаться... Попробовала попытаться точно так. Приготовить какой-нибудь другой напиток. Может быть, фанту, спрайт, я не знаю, что-нибудь. То пишите в комментариях, будем с вами экспериментировать. Мне кажется, этот формат просто вообще... Так и назовем фрик в выпуске ДМ. Все. Увидимся с вами совсем скоро. До новых встреч. Всем белка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова